МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на 12-м канале. Час новостей в студии Анна Черных. Коротко о главном. Маски сброшены. Вас снимают, вы даже маску припитаетесь на них. Омские общепиты оштрафовали за несоблюдение санитарных норм. Накрыли банду добрых фармацевтов. В Омске задержали аптекарей, которые тайком продавали сильнодействующие лекарства. Спасаясь от жары, рискуют жизнью. Вода грязная. А зачем тогда купаетесь? Жарко. А меча оккупировали места отдыха у воды. Отрезанными от мира не останутся жителей поселка Элита, где капитально ремонтируют трассу, обеспечат продуктами и медикаментами. Разогрели лед. Хоккеисты авангарда вышли на первую тренировку перед началом сезона. И присоединятся к марафону доброты. Кто из звезд эстрады выйдет на пробежку ради тяжело больных омичей. Еще 105 новых случаев коронавируса зафиксировано в регионе сегодня. Статистику приводит областной Минздрав. Медики продолжают наращивать объемы, проводив их следования. Мечи стали чаще сдавать тесты в частых лабораториях. Тем самым выявляются бессимптомные носители вируса. Выздоровевших стало на 93 человека больше. Теперь их 2945. Скончались от коронавируса еще двое пациентов. Список умерших насчитывает теперь 47 фамилий. Ну а в целом по стране 6422 заболевших. Излечились от инфекции за сутки почти 10,5 тысяч россиян. Высокий прирост заболевших, как поясняют медики, нередко обусловлены несоблюдением масочного режима и мер безопасности. Выполняют ли требования Мечи? Сегодня проверяли сотрудники Роспотребнадзора. По жалобам покупателей проверили точку общепита в Чкаловском поселке. Видя, что вас снимают, вы даже маску не пытаетесь надеть. Маска должна закрывать органы дыхания, а не так, как мы зашли, а она у вас на подбородке. Помимо неправильного использования средств защиты нарушил персоналы правила уборки помещений. Дезинфекцию проводили неизвестными антисептиками, а график уборки не фиксировали в документах. Были представлены дезинфицирующие средства неизвестного происхождения, которые невозможно идентифицировать, поскольку они разлиты в прозрачные емкости. Также не были представлены документы, подтверждающие проведение в течение 2-3 часов, вернее, через каждые 2-3 часа проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. Поэтому нарушения имели место быть. Предпринимателю выписан штраф, материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд. Нарушителю грозит внушительное денежное взыскание – 50 тысяч рублей. Такие рейды специалисты проводят практически ежедневно. За последний месяц сотрудники Роспотребнадзора проверили 800 точек общественного питания. К административной ответственности привлекли 119 бизнесменов. Общая сумма штрафов составила почти миллион рублей. О ситуации с коронавирусом в регионе в прямом эфире 12 канала расскажет Ирина Солдатова. Глава Министерства здравоохранения станет гостем утренней программы Антона Парахина на радио Монте-Карло-Омск. Главная тема – эпидемиологическая обстановка в Омской области и реальная ситуация в больницах. Хватает ли в красной зоне врачей, лекарств и средств индивидуальной защиты? Насколько эффективно лечение ковидных пациентов на дому и как пандемия сказывается на плановой работе? Поликлиник и скорой медицинской помощи. Итак, большое интервью Ирины Солдатовой смотрите завтра на 12 канале и слушайте на 106.2 FM в 10.30 утра. Не пропустите. И к другим темам. Продавали без рецепта и только за наличку. Сразу четверых сотрудников Омской сети аптек за незаконный оборот сильнодействующих веществ задержали полицейские. Среди задержанных и владелица сети. Полицейские установили сразу в нескольких аптеках города. Сильно действующие лекарства фармацевты продавали без рецепта врача. Никаких банковских карт и кассовых чеков. Чтобы покупку невозможно было отследить, сотрудники брали только наличные. При этом приобрести препараты могли лишь проверенные люди. Для этого была разработана специальная схема. Для конспирации противоправной деятельности злоумышленники пользовались сленговыми названиями препаратов, чтобы исключить их продажу посторонним покупателям. При поступлении товара в аптеку фармацевты избавлялись от потребительской упаковки с целью сокрытия сведений, позволяющих в дальнейшем идентифицировать проданный ими препарат. Задержания и обыски прошли сразу по нескольким адресам. Обнаружено более 54 тысяч единиц сильно действующих веществ. Заведено сразу шесть уголовных дел. Двое подозреваемых сейчас находятся под стражей. Остальные под подпиской о невыезде. Следствие продолжается. Омский кадетский корпус ждет большая реконструкция. Об этом заявили в Федеральном министерстве обороны. О том, что заведение приостановило новый набор учащихся, 12 канал сообщал накануне. Для комфортного проживания кадет в здании отремонтируют казармы, переоборудуют спортзалы и кабинеты учебного корпуса. В них появится новейшее лабораторное и мультимедийное оборудование. Работы продлятся до сентября 2021-го. Поэтому принимать новых воспитанников в этом учебном году в Омске не будут. Те, кто уже проходит обучение, продолжат его в Кемеровском и Ставропольском училищах. В Омске появится стела со знаком «Город трудовой доблести». Каким будет памятник, решат сами жители. Голосование по проекту пройдет в августе-сентябре. Об этом сегодня на заседании Горсовета сообщила Оксана Фадина. Мэр Омска выступила перед депутатами с отчетом о деятельности городской администрации за 2019 год. По словам Фадиной, впервые за долгое время началась работа по наведению порядка, благоустройству и восстановлению исторического облика. Драйвером изменений послужила подготовка к российско-казахстанскому форуму. Так, за счет Федерации удалось отремонтировать 172 дома на гостевом маршруте. Участие в федеральных программах развития позволило Омску получить почти 3,5 миллиарда рублей. В рамках нацпроектов в городе появились 4 детсада, благоустроено 13 общественных территорий и 30 дворов. Отремонтированы 17 дорог. Сейчас завершается строительство дороги Дублера на Левобережье и школы в Амурском-2. В планах на следующий год возведение еще 7 детских садов и двух школ на Космическом проспекте и улице Завертяева. После уговоров перейдут к штрафам. Наказывать Амичей за заплывы на пляжах будут сотрудники МЧС. Ужесточить контроль вынуждает статистика. С начала сезона в Омске утонули уже 10 человек, причем половина из них это дети. Один из последних случаев произошел накануне. Выплатить за ртыша не смог 15-летний подросток. Спасатели продолжают проводить рейды. По прогнозам синоптиков, к концу недели жара только усилится, а значит Амичи вновь направятся на водоемы. Моя коллега Екатерина Булучевская пообщалась с тренерами и узнала, почему купание даже на оборудованных пляжах может стоить жизни. Когда на термометрах зашкаливающий плюс, на омских пляжах и яблоку негде упасть. И хотя все они официально закрыты, отдыхающие не упускают возможность позагорать или устроить заплыв. Даже в будни в воде сотни людей, несмотря на то, что состояние реки и песка оставляет желать лучшего. Пляж очень грязный, вода грязная. А зачем тогда купаетесь? Жарко, я объяснила, жарко. И ртыш по колено, и родителям в воду с детьми заходят сознательно. Здесь пляж, как здесь не должно быть, люди не должны отдыхать. Здесь знаки стоят, купаться запрещено. Где хоть один знак? Вы видели хоть один знак? Вон там может быть и запрещено, здесь нет. От такого отдыха, который может закончиться несчастным случаем, омичи регулярно отговаривают спасатели. Проводят профилактические беседы, вручают памятки и в сотый раз напоминают. Река коварна, течение сильное. От берега унесет за пару минут, но к наставлениям прислушиваются лишь единицы. У нас сейчас катера рядом проходят, волна большая. Это вам так кажется, что вы говорите, что смотрите. В итоге у нас детишки тонут. Вытащить из воды беспечных пловцов силой спасатели не могут. Выписать штраф тоже. Безопасность так и остается. Наличное усмотрение каждого. Река таит в себе немало неприятных сюрпризов. Острые коряги, арматура, водовороты, ямы. И никакие матрасы и круги не помогут. А в некоторых случаях еще и могут стать причиной ЧП. Профессиональные пловцы говорят, в такую ветреную погоду, как сегодня, контролировать надувные пловсредства просто невозможно. Всего за несколько минут ребенка может унести течением от берега. Вообще дети любого возраста, младшие школьники, старший школьный возраст, они все могут утонуть на воде. Это факт. Мы заходим в воду, резкий перепад температуры, что может вызвать у ребенка судороги и кроножные мышцы. Это самая страшная судорога, которая может быть. И ребенок может не справиться с ней и захлебнуться. Трагедии с детьми на воде происходят одна за другой. Накануне на этом пляже в Советском парке, который, кстати, один из самых популярных у амичей, утонул 11-летний мальчик. Причем произошло все в считанные минуты. То, что ребенок погиб, отдыхающие поняли только когда водолазы вытащили на берег его тело. И, как говорят очевидцы, крик и плач скорбящей матери слышится им до сих пор. Незастрахованы от несчастных случаев и взрослые, особенно те, кого на пляже греет не только солнце, но и алкоголь. Выпившие, говорят спасатели, теряют самоконтроль. Наспор пытаются переплыть реку, а в итоге камнем идут на дно. По статистике, каждый четвертый утопленник был пьян. Купание на диких пляжах – еще один дополнительный риск. Здесь никто не придет на помощь. И, тем не менее, с каждым годом несанкционированных мест для отдыха становится все больше. В 2019-м в регионе их было около 70. Сегодня число перевалило за сотню. Что касается происшествий, в этом сезоне их уже 11. Погибли 9 человек. Пятеро из них дети. Это в пять раз больше, чем в прошлом году. Тогда в списке жертв не было малышей и подростков. Уже в выходные воздух прогреется до аномальных плюс 36. Чтобы избежать новых трагедий, спасатели вновь будут патрулировать пляжи. Екатерина Булучевская, Денис Лопарев, 12 канал. В Москаленском районе завершается капитальный ремонт трассы между поселками Помурино и Элита. Напомню, этой весной полотно разрушилось из-за разлива озера. Сейчас дорога частично перекрыта. Выехать из села по ней нельзя. Однако без продуктов жители не остались. График доставки товаров в магазины не изменился. Оказывается, и медицинская помощь работает новый фельдшерско-акушерский пункт. Для автолюбителей организовали объездную дорогу. До города также ходят пригородные поезда. Завершить работы на трассе должны уже через две недели. Сейчас здесь монтируют систему оттока воды и поднимают уровень дорожного полотна. И вот какие материалы сейчас к эфиру готовят мои коллеги. Смотрите в 19.30. ЧП, которое уже признали самой массовой гибелью животных в истории Омской области, в деревне Сереброполе и Азовского района, пало почти сотня коров. Местный сельхозкооператив, где содержали буренок, из-за аварии остался без воды. Для животных решили организовать подвоз питья. Воду налили в бочки. Работники предприятия не успели оглянуться, как коровы начали падать замертва одна за другой. Что стало причиной гибели животных и кто будет нести ответственность за массовый падеж скота, в ситуации разбиралась Екатерина Булучевская. Устроили тропики. В сибирских широтах омские садоводы выращивают на дачах экзотические фрукты. Жители ведрами собирают на своих участках черешню, алычу и даже орехи, грецкий, фундук и лещину. А некоторые наслаждаются абрикосами и виноградом с собственного участка. Говорят, выращивать такие фрукты и ягоды в сибирских условиях непросто, но очень заманчиво. Как создать райский тропический уголок на собственной даче? И что еще экзотичного можно теперь вырастить в суровой Сибири с ее жаркой погодой? Знает Софья Халиулина. Из Омска снова начнут ходить поезда в Нижневартовск. Первый рейс из Ханты-Мансийского автономного округа назначен на эту пятницу. Курсировать составы будут через день. Плацкарт обойдется в 3300 рублей и купе в 4800. В пути пассажиры проведут чуть больше суток. Напомню, также в начале июля после трехмесячного перерыва снова запущен скорый поезд до Новосибирска. А вот рейсы до Челябинска и Владивостока пока отменены. Не стало генерал-майора Алексея Власова. Бывший начальник УФСИН России по Омской области ушел из жизни 14 июля на 71-м году жизни. В системе исполнения наказаний Власов проработал 30 лет. За это время прошел путь от инженера-технолога аппаратного цеха до начальника службы. За ответственный подход к делу не раз был отмечен государственными и ведомственными наградами. Прощание с Алексеем Власовым состоится 17 июля с 12 до 14 часов по адресу улица Поворотникова, 4. 12 канал выражает соболезнования родным и близким. Кто станет следующим соперником Петра Яна, эксперты уже называют несколько фамилий. На кого делают основную ставку букмекеры, кого из бойцов смешанного стиля уже готовятся выйти в октагон против умского атлета по прозвищу «Беспощадный». И что по поводу победы над Жюзе-Алду думает основатель школы «Шторм» Александр Шлеменко. Об этом и многом другом сегодня пойдет речь в программе «Большая тройка». В прямом эфире 12 канала чемпионы умской спортивной журналистики Андрей Плохин и Алексей Адариев обсудят историческую победу Петра Яна. Модерировать беседу и следить за тем, чтобы оппоненты не перешли от диалога к тейкдаунам, будет комментатор хоккейных матчей Максим Гречанин. Принять участие в эфире смогут и телезрители. Итак, прямой эфир программы «Большая тройка» сегодня в 20 часов на 12 канале. Не пропустите. Вышли на лед под вдохновляющие напутствие хоккеисты «Авангарда». Провели сегодня первую тренировку перед началом сезона. Прежде чем взяться за клюшки, игроки пообщались с генеральным менеджером Алексеем Волковым. У нас есть огромная армия болельщиков, которая соскучилась по большой победе Кубки Гагарина, чтобы был повод гордиться своей командой. У нас все есть для этого, ребята. Я уверен в каждом из вас, уверен, что у нас все получится маленькими шажками, но только вперед. Ну а после ястребы приступили к упражнениям на льду. Руководил процессом Дмитрий Рябыкин. Боб Хартли пока находится в Канаде. В расположении команды вместе с легионерами он прибудет к вечеру. Шанс проявить себя получит молодой нападающий Егор Чинахов, который ранее с основным составом не тренировался. Компанию-хоккеисту составят и другие игроки молодежки Арсений Грецюк и Семен Чистяков. Ну а уже 4 августа «Авангард» примет участие в первом предсезонном турнире «Сочи Хоккей Оупен», где сыграет с питерским «СКА», ярославским «Локомотивом» и молодежной сборной России. Ну а футбольный клуб «Иртыш» уже встретился с соперниками. Омские речники проиграли команде из Подмосковья «Металлург-Видное». Матч состоялся в рамках предсезонного турнира, который сейчас проходит в Подольске. Противник «Речников» – дебютант профессиональной футбольной лиги, но с большими амбициями. Игра получилась интересной, счет на табло уже на 10-й минуте открыл «Омский Иртыш». Отличился полузащитник Илья Бурюкин. После перерыва соперники смогли взять реванш на 64-й минуте матча, забив гол с пенальти. 1-2 – это первое поражение «Речников». Впрочем, у «Иртыша» еще есть шанс реабилитироваться перед болельщиками в следующих матчах предсезонного турнира. С командами из Астрахани, Калининграда и Калуги. Устроят пробежку в помощь тяжело больным юным амичам. Еще несколько российских звезд эстрады поддержат акцию помощи Дому радужного детства. К ней присоединятся певец Митя Фомин, бывший солист группы «Корни» Павел Артемьев и экс-солист Челси Роман Архипов. Напомню, благотворительная акция «На бегу добро» стартовала в начале июня. Все желающие могут пробежать, пройти или проехать на велосипеде несколько километров, а затем на сайте набегудобро.рф перевести расстояние в деньги – 1 км 20 рублей. Свои дистанции в валюту уже конвентировали солист группы «Иванушки Интернешнл» Кирилл Андреев, а также волонтер Андрей Неридный, а мяч пробежал больше тысячи километров. Отмечу, что хоспис нередко поддерживают известные люди. Среди них и американский виолончелист Ян Максин. В этом заключается моя задача артистическая – вдохновлять людей на разные вещи, будь то на их собственное творчество, на благотворительность, на какие-то вещи, просто на то, что думать о других людях. Сочувствие – это то чувство, которое можно развивать. Если будет у нас сочувствие к ближнему, тогда будет и желание помогать. Вообще же жители страны уже пробежали свыше 4 тысяч километров добра в помощь. Тяжелобальным детям перечислили 86 тысяч рублей. Средства направят на покупку лекарств, питание, проведение медицинских процедур и обследование. Принять участие может каждый. Большой забег доброты продолжится до 31 августа. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Тюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Завтра 16 июля в Омске области солнечно, без осадков. Температура в городе ночью плюс 22, 24, днем плюс 29, плюс 33. В районах ночью плюс 17, плюс 20, днем 27, 29 градусов со знаком «плюс». Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. Итоги дня подведем в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»